Лучшие по профессии. В Саратове прошел финальный этап областного конкурса профессионального мастерства. Участниками состязаний стали работники 24 промышленных предприятий региона. Подробнее в сюжете Екатерина Варковской. Сварить типовую деталь качественное за кратчайшее время Александр Гирин может без труда. Несмотря на юный возраст, молодому человеку 25 лет, у него уже огромный опыт, 8 лет работы. Говорит, об этой профессии мечтал еще с детства. Я работящий, как объяснить не знаю. Ну, лежит у меня к этому душа. У кого-то лежит душа к другу. Детство нравились всякие искры, поездки. Поэтому устроился работа сварщиком. На один день Саратовский техникум промышленных технологий превратился в площадку для соревнований. В мастерстве состязаются токари, электросварщики, шлифовщики и фрезеровщики. Участники должны изготовить типовую деталь по чертежу на время. Чтобы справиться с этой задачей, фрезеровщикам, например, отводится чуть более часа. Жюри оценивает работу по нескольким критериям. Во-первых, это качество изготовления деталей. Потом время. Ну и выполнение всех техных безопасностей. Должен быть все рукава за пуговцами застегнуты. То есть, спецодежда не должны лезть в место обработки деталей. После демонстрации практических навыков знания теории. 25 вопросов о технологии производства техники безопасности во время работы. По словам специалистов, областной конкурс «Лучший по профессии» дает возможность не только мастерам продемонстрировать свой профессионализм, но и показать будущим работникам промышленной сферы важность таких специальностей. Основные цены конкурса – это популяризация промышленности, в первую очередь машиностроения, и популяризация рабочих профессий, основных рабочих профессий, которые востребованы сегодня, по которым дефицит квалифицированных токарей, фрезеровщиков, сварщиков. Это нужно поощрять, это нужно популяризировать. Областной конкурс проводится в регионе уже 12 лет. Организаторы говорят, победители не только получают звание «Лучшие по профессии», но и поощряются по месту работы. «Участие в финале областного конкурса уже само по себе престижно. То есть это отмечено и на предприятиях, это отмечено и в коллективах рабочих. Плюс мы рекомендуем руководительные предприятия, и они, как правило, это делают, это повышать разряды рабочим, если, допустим, там не высший разряд. Это премирование». Сейчас, говорят специалисты, все больше молодежь понимает важность и нужность рабочих специальностей. Если 12 лет назад средний возраст участников конкурса был в районе 50 лет, то сегодня профессия значительно помолодела. Нынешним сварщикам и токарям, имеющим уже солидный опыт, 30-35 лет.